СТРАСТИ ПО КОНТРАКТУ Как с начальником разойтись красиво и может ли запись в трудовой перечеркнуть карьеру? Время для открытого разговора на СТВ. Меня зовут Илона Волынец. Здравствуйте. Она хотела уйти, а он не готов был ее отпустить. Оказывается, и в трудовых отношениях бывают нелегкие расставания. В 25 лет уже главный бухгалтер предприятия и подчинение с десяток человек. Работа, конечно, серьезная, трудоемкая, много очень вопросов. Уважают коллеги и ценят руководство, но в жизненной бухгалтерии, как известно, одних плюсов быть не может. Работает и живет Вероника в небольшом городе Ивье, Гродненской области. Но душой по-прежнему в родной Лиде, что в 40 километрах. Там родители, друзья, молодой человек. Нету рядом мамы, папы. И поэтому чувствовалось как-то одиночество и хотела все-таки вернуться домой. Привыкнуть к чужому городу девушка так и не смогла. Поэтому, как только подвернулась вакансия на родине, тут же написала заявление на увольнение. И без раздумий в кабинет директора. Можно поступить по-человечески, но оставить организацию без специалистов. Можно поступить как руководитель и потом, говорится, или испортить, или что-то в жизни нехорошее сделать другому человеку. Понять руководителя действительно можно. Ивье городок небольшой, и сходу найти замену специалисту сложно. Тем более главбух – финансовое сердце любого предприятия, которое нельзя просто взять и остановить. Тот же самый работник должен тоже подумать, прежде чем прийти к руководителю организации с заявлением. Как организации, как люди останутся без него работать, потому что он подводит не только организацию, но подводит, в первую очередь, участок тот, с кем он работал. Тех же самых бухгалтеров, тех же самых других специалистов, которые они работают. До окончания контракта у Вероники месяц. И тут дилемма. Один начальник не готов отпустить, а второй ждать не будет. Как не дать себя уволить, рассуждали мы в одной из наших программ. Сегодня тоже речь пойдет об увольнениях, только уже по собственному желанию. И когда начальник ни за что не хочет вас отпускать. Как всегда, нам помогут разобраться эксперты, и сегодня у нас в студии. Главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации профсоюза Станислав Жилудок. И заместитель генерального директора производственного холдинга по персоналу Александр Машко. Итак, до истечения срока контракта остается, предположим, несколько месяцев. А человек хочет уволиться прямо сейчас. Вот при каких обстоятельствах он может это сделать. В статье 41 Трудового кодекса Республики Беларусь предусмотрены такие основания для досрочного прекращения трудовых отношений, как, например, состояние здоровья человека, а также если наниматель нарушает трудовое законодательство. Героиня нашего сюжета решила уволиться из-за того, что переезжала в другой город. Переезд является основанием для прекращения трудовых отношений? Вы знаете, в той же статье 41 есть такая формулировочка «и иные уважительные причины». То есть, что отнести к иным уважительным причинам? Вот если изучить, например, постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, номер 4, нам приводятся такие, например, случаи, когда работник, например, по состоянию здоровья не может выполнять эту работу. Если ему необходимо переехать в другое место жительства, вот, кстати, вот этот момент там прописан. Также, если работнику необходимо осуществить уход за больным членом семьи. Хотел обратить внимание на несколько другую сторону этого же вопроса. Когда работник приходит наниматься в компанию, он заключает договор, он заключает контракт, который предусматривает обязательства с обеих сторон. Тут как в семье. Есть муж, есть жена, вступили в брак, заключили соглашение, понесли обязанности. В то же время работник, получив предложение в другой компании на работу, несколько забывает про свои обязанности, говорит, мне срочно нужно все сделать. Наниматель, который отказывается увольнять работника, тоже можно понять? Попробуй за пару дней найти замену сотрудника. Его можно понять. Мы не говорим, что нужно прекращать трудовые отношения практически с каждым работником, как только он захотел. Мы говорим о каких-то исключительных случаях. Далеко не каждый человек пытается прекратить трудовые отношения досрочно. Пустили эти исключительные случаи, прописанные в трудовом законодательстве? Нет, конечно. Естественно, на то жизнь. Нельзя все прописать и предвидеть заранее. Но на то есть коллективный договор. Вот, к примеру, я хочу привести пример из Гродненского областного соглашения, в котором в качестве оснований дополнительных для прекращения трудовых отношений являются такие, как, к примеру, уход за несовершеннолетними детьми до 14 лет. Например, если мы говорим о родителе, который один, мать или отец, воспитывает ребенка несовершеннолетнего. А в случае с героиней нашего сюжета все разрешилось полюбовно. Начальник, возможно, где-то и в ущерб себе, но ее уволил. Но бывают же и такие истории, когда руководитель расстается с подчиненным не совсем красиво. Вот об этом и будет наш следующий сюжет. Шесть раз Юлия писала заявление об уходе, и столько же раз оно летело в мусорную корзину. То, что директор не хочет ее отпускать, поначалу девушке льстило, но затем не на шутку стала пугать. Категорическое «нет» прозвучало в адрес «нет» и даже «не думайте». И вы останетесь здесь работать столько, сколько нужно. На предприятие девушка пришла сразу после вуза. За семь лет прошла путь от рядового сотрудника до начальника отдела. Первая работа, как первая любовь. Но не значит же, что на всю жизнь. Вы не можете меня заставить остаться на этой работе, если я этого сама не хочу. До окончания контракта полгода. Просто забрать трудовую нельзя. И Юлия решает уйти без нее. Я не появлялась на работе целый месяц. Я отвезла документы в другую организацию, которая меня ждала. Написала заявление о приеме на работу. И меня там ждали. Я ходила уже на другую работу. Все это время меня не увольняли. Спустя месяц девушку все-таки уволили. Но расстаться красиво начальник не смог. От любви до ненависти запись в трудовой. Когда я шла за трудовой книжкой, я все-таки еще надеялась, что не увижу такую страшную запись в ней. Тем более, что до этого был только карьерный рост. Но когда я открыла эту трудовую книжку и своими глазами увидела вот эту статью, конечно, это вам просто не передать. Как это сложно было пережить. И, наверное, целый день проплакала. Как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Но неужели в рабочих делах нет места человечности? Статья в трудовой – это крест на дальнейшей карьере? И вообще можно ли как-то ее обжаловать? То, что работник получил запись в трудовую книжку, которая будет его сопровождать аж до выхода на пенсию, это, безусловно, не характеризует работника как работника, который все время выполняет свои обязательства. Он же не пришел на работу. Он же допустил нарушение трудового законодательства. В теории Даггер, они все же это не пришли на работу. Да, она же не пришла на работу. Мы же это четко видели. Так вот, в данном случае наниматель правомерно применил требования законодательства. Но, с другой стороны, работодатель в данном случае вынудил, по сути, поступить таким образом своего сотрудника. На сегодняшний момент уже, я так понимаю, упущены сроки исковой давности. Вот в чем дело. Спорить-то можно, но наниматель же тоже заявит в соответствии со статьей 242 Трудового кодекса. А у нас там предусмотрен один месяц всего лишь со дня вручения работнику трудовой книжки или объявления приказа. Наверное, жизнь на этом не останавливается. И если человек квалифицированный и востребованный на рынке труда, то он вполне себе сможет трудоустроиться. Я бы все-таки оптимизм Станислава не разделял бы. Сегодня несколько другая ситуация на рынке труда, согласитесь, Станислав. Потому что рынок труда сегодня повернут в сторону работодателя. Сегодня есть предложения излишние на рынке труда и есть меньшее количество вакантных мест. Но ведь рынок, вы говорите сами, не стоит на месте. Сегодня такая ситуация 3-4 года назад была иная. Откуда мы знаем, что будет лет через 5? Причины для увольнения могут быть разные, в том числе и курьезные. Мы сделали небольшую подборку таких примеров. Давайте посмотрим наш следующий обзор. Сотрудница одной из парикмахерских Москвы и ее начальник поспорили о вкусах. В салоне постоянно играла одна и та же радиостанция. Девушка осмелилась переключить канал. Оказалось, что это любимая радиодиректора и парикмахер лишилась работы. Газетные объявления о вакансиях часто преподносят условия для соискателей работы в очень приукрашенном виде. На такую удочку попался и сотрудник фирмы из Чехии. Он отправил резюме на электронную почту своей же организации. Результат был прямо противоположным тому, чего он ждал. Сотрудник лишился работы. Фокус, который стоил репутации, чтобы как-то заинтересовать своих учеников, британский учитель средней школы, во время занятия решил показать им несколько несложных фокусов. Во время одного из них педагог показывал, как обычный карандаш можно засунуть в одно ухо, а вытащить из другого. Фокусы настолько понравились ученикам, что они решили повторить их дома. В итоге три школьника попали в больницы. Неудачного фокусника из школы уволили. Сотрудники бухгалтерии Мэри из Великобритании на дух не переносили свою сослуживицу. А виной всему слишком сладкий запах ее духов. Коллеги так часто просили начальника уволить Мэри, что в конце концов он сдался. Сразу семерых сотрудников шведского инженерного бюро директор уволил за то, что они не курили. Работники хотели запретить курение в офисе, а начальник был заядным курильщиком. Вместо того, чтобы расстаться со своей вредной привычкой, он распрощался с ее противниками. Скажите, в вашей практике были такие курьезные случаи увольнения? Наверное, скорее всего, это не курьезные, а более жизненные ситуации, когда сотрудник, принимая решение об увольнении, и это неоднократные случаи, не понимая свою судьбу на ближайшие полгода-год, принимая решение, уходит, по сути, в никуда. И вот курьезный случай заключается в том, что через буквально 2-3 недели очень значительная часть тех, кто работал на протяжении длительного периода, приходят и говорят, возьмите меня назад. Ученые рекомендуют каждые 5-7 лет менять работу. А вы как относитесь вообще к такой теории? Нет, это вопрос философский, и у каждого, конечно, может быть по-разному отношение к работе, и вообще, в принципе, разные люди по-разному относятся к различным своим обязательствам, в том числе к должностным. Есть опыт японцев, они применяют ротацию. Они говорят, вот 5 лет сегодня отработан на одном месте, будь добр, покинь свое место и перейди в рамках этой же компании в другую стезю, либо в другое направление. Это связано с эмоциональным выгоранием, с профессиональным выгоранием. Мне вообще кажется, что белорусы очень болезненно относятся к смене работы, и у нас люди могут работать и всю жизнь на одном рабочем месте. Я бы не делил, я бы не брал огулом всех, под одну гребенку не загребал, по одной простой причине, что уже есть разный подход к восприятию работы у разных поколений. Само слово «увольнение» у нас где-то на подсознании ассоциируется с чем-то таким негативным. Может быть, стоит менять отношение свое вообще к этому понятию? Что это не крах, а новый шанс? В увольнении катастрофы нет, но к увольнению нужно подходить осознанно, это самое главное. Безусловно, и людям хочется посоветовать, прежде чем решиться на этот шаг, нужно дважды, даже 10 раз взвесить, обдумать, чтобы действительно потом не пришлось возвращаться и проситься обратно. Спасибо большое вам за этот открытый разговор. Спасибо вам. А я напомню, что на вопросы нашей программы отвечали главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации профсоюза Станислав Желудок и заместитель генерального директора производственного холдинга по персоналу Александр Машко. Присоединяйтесь и вы к нашему открытому разговору, присылайте свои видео-вопросы, звоните по телефону горячей линии СТВ и, возможно, именно вы станете героем нашей следующей программы. Рабочие моменты бывают разные, и как найти тот самый компромисс? Может, о проблемах говорить открыто? Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова